Окей, сразу к делу. Думаю, ни для кого не секрет, что абсолютно все эти типы данных в C-Sharp унаследованы от класса Object, что позволяет нам делать вот такую вот дичь. Если вы об этом не знали, то у меня для вас плохие новости. Но сейчас не об этом. Всё зло вскрывается, когда люди касаются обобщений и хотят сделать что-то подобное. То компилятор их тут же опрокидывает. Забудьте всё, что вы знали об иерархиях в наследовании. Всё дело в том, что ListObject и ListString никак не связаны между собой в иерархии наследования. А также в том, что все обобщения инвариантны по умолчанию. Инвариантность означает то, что мы обязаны использовать лишь только тот тип, который мы указали в обобщении. Если мы пытаемся приводить разные типы, пусть даже если они находятся в чёткой иерархии в наследовании, компилятор нас всё равно отругает. То есть вот, пожалуйста, классическая реализация. Какой тип указали, такой и используйте на здоровье. Мини-ремарка, хоть и очевидно, но всё же. Я буду оперируют такими терминами, как общие и конкретные типы. Общие типы, более абстрактные без какой-либо конкретики. Машина, животное и так далее. И конкретные типы, уже более детально что-либо описывающие. Код, приора и всё в таком духе. Так что не путайтесь. Ну ладно, продолжим. И ещё раз повторю. Абсолютно все обобщенные интерфейсы по умолчанию инвариантны. Но всё бы ничего, как вдруг бы нам захотелось приводить более конкретные типы, использующие обобщенные интерфейсы, к общим. Особенно учитывая тот факт, что они связаны между собой в иерархии наследования явно. Такое поведение называется кавариантностью. Она позволяет нам использовать в обобщениях более конкретные типы данных, чем мы указали изначально. Простым примером кавариантности в обобщениях может послужить интерфейс IEnumerable. Давайте взглянем простой пример. Создадим абстрактный класс Animal и конкретный тип Cat. Теперь для начала создадим обобщенную коллекцию с котами. Потом для нашего эксперимента её необходимо привести к типу IEnumerableCat. Далее мы абсолютно законно можем привести эту коллекцию к типу IEnumerableAnimal. Окей, тут может появиться вопрос. Если интерфейс IEnumerable кавариантен, то почему чуваки из Microsoft не сделали лист тоже кавариантным, а оставили его инвариантным? Ну, во-первых, начнём с того, что это актуально только для интерфейсов. А во-вторых, ха, ну зацените к чему это может привести. Вот, к примеру, все массивы в C-Sharp кавариантны. Так что мы можем воспроизвести наш самый первый пример. Никаких ошибок на стадии компиляции не будет. Но как только вы попытаетесь впихнуть в этот массив что-нибудь кроме типа string, ваш комплюктер взорвётся к херам. Хорошо, теперь взглянем подробнее, что там внутри. Сначала запилим пример. Классический вариант инвариантного обобщенного интерфейса. Разберёмся на примере машинок и их двигателей. Создадим абстрактный класс двигателя Engine. Затем создадим конкретную реализацию двигателя V8 Engine. Вот, у нас присутствует базовая иерархия наследования. V8 Engine унаследован от абстрактного класса Engine. Всё просто. Теперь создадим интерфейс Car, который будет обобщенным и должен будет обязательно содержать в себе Engine. Пока всё логично. Идём дальше. Теперь создадим класс, который будет представлять конкретный тип машины. К примеру, Lada. Окей, теперь давайте попробуем воспользоваться этими типами данных и поприводить их друг к дружке. Создадим новый экземпляр класса Lada следующим образом. Всё работает как надо. В иерархии наследования и реализации у нас интерфейс iCarV8 Engine и класс Lada находятся на одном уровне. Поэтому мы в принципе любые подобные классы, реализованные с двигателем V8, можем приводить к типу iCarV8 Engine. Инвариантность же проявляется, когда мы пытаемся привести этот тип к более общему. iCarEngine. Тут аналогичная проблема с приведением типов, рассмотренной ещё на примере листов. Против инвариантности хер попрёшь, обязательно нужно подавать тот же тип, что указан в обобщении. Как сделать обобщение в нашем интерфейсе ковариантным? Далее хочу простого. В объявлении обобщения в интерфейсе перед типом указываем ключевое слово out. И всё, наш обобщенный интерфейс стал ковариантным. Возвращаемся к реализациям и попробуем воспроизвести то, что мы пытались сделать раньше. Пожалуйста, конкретный тип данных приводится к общему без всяких проблем. Ну и ещё раз подытожим. Ковариантность позволяет приводить конкретные типы данных к общим в обобщенных интерфейсах. И ещё важный пункт. Ковариантность можно использовать только для методов, возвращающих значения. То есть использование их в качестве типов для свойств или аргументов метода приведёт к ошибке. Всё бы ничего, но есть ещё такая штука, называется контр-вариантностью. Она идёт в противовес ковариантности и позволяет наоборот использовать общие типы взамен конкретных. Не, вы только вслушайтесь. Общие типы взамен конкретных. Что это, блять, такое? Вот, если честно, то на контр-вариантности у меня немножко закипел мозг. И это вообще самая нелогичная херня, которая вообще могла быть создана человеком. Найти задачу для этой фигни та ещё проблема. Эм, ну ладно. Вернёмся к зверькам и попробуем запилить какую-нибудь основу для какого-нибудь стек зоопарка. Лучший пример, наверное, будет сложно найти. Всё по старинке. Абстрактный класс Animal и конкретный класс Cat. Создадим интерфейс iPushable. Создадим конкретный класс, реализующий этот интерфейс. Так, пробуем это всё объявить. Логично, нифига не работает. Нужно применить контр-вариантность. Применяется она следующим образом. Перед типом вставляем ключевое слово. А теперь, дорогие товарищи, полный пиздец. Цените. Просто лучшая фигня на свете. Не, запихивать мы туда сможем всё равно только котиков. Но, блин, это просто полный трындец. В общем-то, подытожив, хочу сказать, что ковариантность и контр-вариантность – это очень небезопасные штуки. Потому что они плюют на эту вашу типизацию со своей колокольни. Во время компиляции ошибочное приведение типов отловить невозможно. Только рантайм. Только сплошные мучения. В общем-то, это всё на сегодня. Там, конечно же, у нас на чёрный день лежит ковариантность и контр-вариантность в делегатах, но об этом позже. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео. Подписывайтесь также в пабли вконтакте. Все ссылки в описании. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok